Маленький Аксель лежал на обочине с битой машиной. Его увидели молоденькие две девочки, которые гуляли. Мы попросили, почему у них оказались ребята, которые нам помогли. Мальчика довезли до клиники. Ребенка осмотрели, удар, трещина в лапе, но операция не требуется. Малыш хромает. Ну и естественно он тоже так же весь в клещах, ребята. Клещи везде, в парках, в садах, в огородах. Это наш самый страшный бич на сегодня. Мальчика назвали маленького беленького Аксель. Этого мальчишку мы назвали Нордик. Норд. Мальчик, его сбили возле магазина Ривьера. Женщина сла с ребенком, и это было у них на глазах. Женщина расплакалась, начала звонить везде, дозвонилась только нам. Поехали. Мальчика забрали. Сразу отвезли на осмотр. К счастью, у него только удар. И ребята, как всегда, пироплазмоз. Началась весна, и у нас страшная беда сейчас от укусов клещей. Собаки, найденные у нас на улице и подобранные, почти все больны пироплазмозом. Происходит что-то очень страшное. Нам необходима дополнительная обработка от клещей. И если вы нам поможете, друзья, мы будем очень благодарны. Сейчас ребенок уже вне опасности. Позвонили, что сбитая собака лежит. Вот она, белая. Так. Это позвонили волонтеры из Чехова. Подожди. Ну что, мое солнышко? Маленький мой. Как ты себя чувствуешь? Да, умные люди, добрые. Накидали, черт знает чего, да? Еду накидали. А вот подобрать ребенка? Не поняла, а почему он ходит? Ребят, сказали, лежит сбитая. Значит, уже очухалась немножко. Слава Богу. Вот скажите, глядя на это фото, кто поверит, что у бабки три грыжи на спине, и что еще три дня назад у нее отнималась левая рука? А собаку увидела, сгребла и поперла. Да, девочки, это я только притворяюсь клячей. Оказывается, я настоящая боевая лошадь. Хочется, очень хочется быть слабой женщиной. Ну, как назло. Избы горят, и кони скачут. Это про нас. Беленькую Ису. Беленькую Ису мы подобрали по звонку. Нам позвонили и сказали, что где-то недалеко от нашего приюта на дороге лежит сбитая собака несколько дней. Мы поехали за Исой. Все остальное вы увидите в нашем продолжающемся ролике. Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Только благодаря вам и вашей помощи нам удается оказывать помощь животным, попавшим в беду. Ребят, я всей душой, всей-всей лохматой душой желаю вам, чтобы все то тепло, все то доброта, ваша вся помощь, чтобы она вернулась в ваши семьи лавиной любви, добра, здоровья и всего самого хорошего, что есть в этом мире. Я от всех этих ушастых, спасенных вашей помощью и вашей заботой, вашим милосердием и добротой, друзья, я от имени всех этих ушастых желаю, чтобы все это вернулось к вам в десятикрасную, в сотни раз больше. Благослови вас Бог, мои хорошие. Спасибо за то, что вы помогаете нам. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что сохранили крупицы человечности и отзываетесь. Спасибо вам, мои хорошие. Быть настоящим человеком в наше время очень трудно. Спасибо за то, что вы смогли им остаться. Спасибо, друзья. Доброго вам здоровья. Ребята, мы пережили ночь. Мы пережили ночь, мы едем на капельницу. Потому что врач меня очень сильно вчера напугал. Это Рекси. Ей приблизительно около трех месяцев. Мы нашли ее за магазином, где она несколько дней жила на помойке. У малышки пероплазмоз, у малышки энтерит. Малышка в очень тяжелом состоянии. Малышка уже два дня находится на капельницах. Я не знаю, сможем ли мы ее вытащить, но я очень на это надеюсь. Ребенок в очень тяжелом состоянии. Ее зовут Рекси. Тяжелая. После капельницы привезла домой. Уложила ее здесь. Ну, ребята, это мой домашний карантин. Выхода пока нет. Но очень надеюсь, все будет хорошо. Завтра малышку опять срочно на капельницу. Срочно, на целый день. Ее будут капать очень медленно. Ну, дай бог. Дай бог маленький, да? Все у нас будет хорошо. Красавица. Ребенка сбила машины. И он несколько дней лежал переломанный на обочине. Потом его, наконец, подобрали и отвезли в клинику. Когда без снимков, без ничего, врач поставил диагноз «сломанная лапа» и наложил лангету бесплатно. Женщина сказала, что у нее денег тоже нет. И она отвезла его и сбросила возле приюта. Мне позвонили, попросили, могу ли я помочь, так как ребенок двое суток уже лежит и ничего не ест. Я послала машину, мы забрали мальчика. Привезли в клинику. Сделали снимки. Сняли эту дурацкую лангету, с которой он лежал двое суток. Нога под лангетой вспрела и начала страшно глоиться. Второе. У мальчика последняя стадия пироплазмоза. Он на грани. Сейчас находится на капельницах. Операция ему будет проведена, как только мальчик придет в себя. Лапа со смещением, перелом. Патрику досталось больше всего. Ребята, за два дня у нас пять сбитых малышей. Ну что сказать, друзья. Сейчас я забрала из клиники Ису и Рекси. Рекси все еще в тяжелом состоянии. А Иса сегодня в клинике воевала и выдергивала катетер. Вы знаете, это чудо, что ребенка удалось откапать. Вчера врач не давал нам даже шанса на жизнь. У ребенка была температура 43 и не падала. Сегодня у малышки с температурой 40, почти нормальная. И девочка чувствует себя намного лучше. Все, кто поддерживал нас и поддерживает. Огромное вам спасибо. Рекси завтра с утра опять на капельницу. Ису, посмотрим на ее состояние к утру. Остальные, ребята, у них есть улучшения, но незначительные. Самый тяжелый по-прежнему остается Патрик и Рекси. Друзья, хорошие мои, доброго вам здоровья. И от чистого сердца, правда, вот я так вам благодарна. Я вам так благодарна, мои хорошие. Ведь мы сейчас с вами вместе спасаем еще пять жизней. Спасибо, мои хорошие. Пусть Бог будет так же к вам добр и внимателен, так же щедр на свое тепло и на свою доброту, как вы добры и щедры к этому миру. Спасибо вам, друзья. Доброго вам всем здоровья. Вам и всем вашим родным. Желаю вам от всей лохматой души. Продолжение следует...